Здравствуйте! Это программа «День здоровья». Меня зовут Ирина Максимова. Спонсор программы – медицинский центр Елены Малышевой. Дорогие друзья, в Твери открылся медицинский центр Елены Малышевой. И всех, кому нужна помощь профессиональных людей и лечение по международным стандартам, мы приглашаем в наш центр. Улица Левитана, 48, корпус 1. Телефон 75 05 30. Совсем недавно в Твери открылся первый медицинский центр Елены Малышевой. Съемочная группа программы «День здоровья» посетила новый медицинский центр и узнала обо всех особенностях его работы. Сегодня в России работают только 14 клиник Елены Малышевой. Одна из них распахнула свои двери в Твери. Стали за Верхневолочьем. Будут развивать два основных направления – женского здоровья и диагностики. Поэтому, обращаясь в клинику, вы можете рассчитывать на особую профессиональную заботу, внимание и комфорт. Медицинский центр оснащен по последнему слову техники. И каждому пациенту готовы оказать помощь на уровне современных международных стандартов, провести необходимые диагностические процедуры и лечение для восстановления здоровья. Здесь ведут прием компетентные специалисты разных направлений. Терапевты, эндокринологи, отоларингологи, гинекологи, кардиологи, гастроэнтерологи и неврологи. Благодаря комплексному подходу, богатому опыту докторов, использованию современных международных стандартов лечения, новейшего оборудования, команда добивается положительных результатов, избавляет пациентов от легких недомоганий и серьезных заболеваний. Если пациент пришел к врачу с болью, то уйти должен без нее, считает врач-невролог. Можем помочь паровертебральными блокадами или парасуставными, околосуставными. То есть не входим в суставы. Это противовоспалительное действие они имеют, противоотечное. И в связи с этим боли, конечно, уменьшаются. Человек, качество жизни меняется, улучшается. Для блокады нужны показания. Без показаний мы не делаем. И смотрю полностью всю нервную систему, мышечную систему. Обязательно все надо посмотреть, рефлексы. Также в стенах клиники производятся заборы биоматериалов на лабораторные исследования. Сейчас в клинике действуют выгодные предложения. В настоящий момент до 8 мая проводится акция. Можно сдать анализы щитовидной железы и получить консультацию эндокринолога бесплатно. В нашем центре действуют постоянные скидки пенсионерам, студентам и всем льготным категориям граждан в размере 10%. Основа качественного лечения и залог здоровья пациента – это комплексный подход. Девиз медицинского центра Елены Малышевой – ваше здоровье – наша профессия. А сейчас новости здоровья. Силовые тренировки полезны для костей, говорят английские специалисты. Чем больше мышечная масса у детей, тем крепче кости, выяснили они. Укрепить кости также помогают витамины и минералы. Так что врачи советуют родителям регулярно давать детям молоко и прочие продукты, содержащие кальций. Магний тоже необходим для построения костной ткани. Им богаты тыквенные семена, темный шоколад, миндаль и лосось. Биологически активные добавки с кальцием бесполезны для костей, установили в Оклинском университете. Плюсов от их приема нет, зато риск разных ослаждений повышается. В частности, возможны побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Поэтому увлекаться пищевыми добавками не стоит. Об этом предупреждают ученые из Университета Колорадо. Их прием в больших дозах может увеличить риск развития рака. Так, вместо витаминов в форме, таблеток и капсул, все же лучше есть овощи и фрукты. А испанские ученые, несмотря на частую критику в адрес хлеба, рекомендуют не убирать его полностью из своего рациона. По их словам, умеренное потребление хлеба полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Это способствует установлению баланса хорошего и плохого холестерина в крови. А чтобы сохранить вес в норме, нужно соблюдать умеренность и отдавать предпочтение цельнозерновым сортам хлеба. А сейчас рубрика «Здоровые зубы». Бессменный партнер – Тверская стоматологическая клиника «Эммендент». Сегодня мы поговорим о детской стоматологии. Насколько важно посещать стоматолога детям и когда необходимо начинать наблюдаться у этих специалистов. Чем чреват пропуск у врача, расскажут специалисты «Эммендент». Обычно первый сюрприз родителей – появление первых зубов у детей – следует ожидать месяцем к шести. Однако сроки прорезывания могут варьироваться. Многие родители не уделяют должного внимания гигиеническому уходу за молочными зубами ребенка, думая, зачем столько суеты вокруг молочных зубов, ведь они все равно выпадут. Это неправильно, поскольку молочные зубы необходимы не только для оживания, но и для правильного роста и развития челюстей, речи образования, дикции, для формирования постоянного прикуса и гармоничного развития лица в старшем возрасте. Как только прорезали зубки, нужно обязательно идти к стоматологу, и стоматолог опять же скажет, как ухаживать за зубами. Очищение начинается с момента прорезывания первых зубов. Нужно посмотреть уздечки, языка, губы, слизистые. В случае не такая распространенная патология, как расщелины. Врачи отмечают, что кариозное разрушение, которому подвергается корень молочного зуба, может передаться на зачаток кореновый, и придется лечить уже постоянный зуб. Разрушенные молочные зубы являются источником инфекции. И часто эта инфекция проходит за пределы корня, вызывая гибель или воспаление самого зачатка. Ребенка надо водить к стоматологу не только, когда он пожалуется на боль в зубах. Профилактический осмотр также важен, ровно как и профессиональная консультация. Все знают, как наши дети любят чистить зубы и как они это неправильно делают. Поэтому детский стоматолог всегда может подобрать правильную пасту, щетку и научить ребенка правильно чистить зубы. Кроме того, клиника предлагает такую манипуляцию, как профилактическая чистка зубов. Ну и, конечно, в постоянном прикусе необходимо проводить герметизацию постоянных зубов. Это позволяет защищать зубы от воздействия кислоты, микробов. Растить здоровые зубки своему ребенку вам помогут специалисты клиники МНД. Помните, что врачи сделают улыбку вашего малыша не только красивой, но и здоровой на долгие годы. Это была программа День здоровья. Увидимся на следующей неделе. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!